Всем привет! Меня все так же зовут Инна и я приветствую вас в очередном влоге travel blog даже я смог. Сегодня мы продолжим тему Японии. Я немного расскажу о тех городах Японии, в которых я уже побывала и в которых я собираюсь побывать в эту поездку. К этому моменту я была в Японии уже два раза, то есть вот сейчас состоится третья моя поездка в Японию. За это время, конечно, больше всего времени я провела в Токио, потому что там сосредоточено огромное количество не только туристических всяких достопримечательностей, интересных мест, а кроме этого профессиональные мероприятия, на которые я тоже бываю. Но кроме этого я могу похвастаться тем, что я посмотрела несколько японских городов и сейчас очень вкратце расскажу вам о том, какие мне из них понравились и почему. Первое Токио, тут можно не продолжать. Второе Киото, это, конечно, наверное, один из самых популярных туристических направлений в Японии, потому что там находится огромное количество совершенно потрясающих японских храмов. Конечно, после десятого они могут становиться для вас похожими друг на друга, но действительно это очень интересно. Мне показалось, что в Киото очень интересная ресторанная сфера, потому что там есть рестораны, которых я не видела в других местах, возможно, не находила, но так получилось, что там они все очень удобно сосредоточены в одном из районов города. Кроме этого, кроме Киото, в свою первую поездку я побывала в городе Нара. Этот город знаменателен тем, что это город оленей. Там живет какое-то несметное количество оленей. На самом деле они дикие, понятно, что как-то за ними ухаживают и следят за тем, чтобы они... Они не становятся ручными, но, как сказать, они не нападают на людей. Возможно, олени в принципе не дикие, не настолько агрессивные животные, но, тем не менее, мне кажется, что они живут там все-таки в природной такой своей среде. Вы не можете себе это представить, наверное, у меня есть одно из видео, которое я как раз снимала почти два года назад в Наре, и это действительно удивительно, потому что вокруг тебя реально ходят маленькие, большие олени. Единственное, что меня немного поразило, я не знаю, почему так, наверное, из соображений безопасности, но почти у всех из этих оленей немножко спилены рога. Это мне не понравилось на первый взгляд, но, наверное, это какое-то одно из условий сосуществования человека и дикого зверя в одном и том же ареале. Уже перед самой публикацией этого видео я решила перепроверить факты, и оказалось, что я была немного неправа. На самом деле, инциденты с оленями все-таки периодически случаются. Только в 2017-2018 годах было зарегистрировано 164 случая нанесения увечий людям, теми самыми оленями. Но степень этих увечий не описывается, и, исходя из моего опыта, могу сказать, что находиться с ними рядом вполне безопасно, если, конечно, вы имеете в виду, что это все-таки дикие животные, и не нужно нарушать зону их комфорта. Поэтому в любом случае я очень советую вам поехать в Нару. И следующий пунктом обязательная программа, как мне кажется, в Японии, поскольку это еще удобно, это находится недалеко от Токио и недалеко от Киото, это город, который называется Рошияма, и в нем находится бамбуковый лес. Это, на самом деле, удивительное, натуральное, такое природное явление. Я никогда нигде не видела такое количество настоящего бамбука вместе. Я не знаю, видели ли вы где-то, имели ли возможность видеть то же самое, что видела я, но это потрясающе. Когда вы гуляете по аллее, которая засажена полностью бамбуком, где-то там под 6-10 метров, это действительно невероятно. И кроме этого, маленький секретик. Когда вы проходите эту аллею, вы поймете это, уже находясь в Японии, когда вы соберетесь, вы приходите эту аллею, и в конце вы увидите неприметную лесенку и вход в парк, который был чуть ли не в 50-х годах прошлого столетия, построен одним из очень известных японских актеров. И нам тогда очень сильно повезло, потому что мы прибежали буквально в этот парк, потому что мы не знали о нем в половину пятого, а в пять часов, по-моему, он закрывался. Но получилось так, что мы прошли в этот парк и были там единственными посетителями. Удивительно еще и то, что в обязательную программу, и это реально обязательно, потому что за вами будут прям усиленно следить, входит чайпитие зеленого чая. Так получилось, что мы не хотели пить чай, но японские женщины не приняли нашего отказа, заставили нас сначала насладиться чашечкой чая, а потом уже проследовать по парку. Погода была отвратительная, это, по-моему, был январь, когда я первый раз там побывала. Но даже это не обращило вообще всей романтики этого места и красоты его. Это действительно совершенно потрясающий японский сад, который кроме того, что он красиво устроен внутри, он еще и находится на возвышении, поэтому вид с него открывается совершенно потрясающий. И следующая часть обязательной японской программы, как мне кажется, в которой каждому захочется побывать, это, конечно же, гора Фуджи. Единственное, тут нужно понимать, что погода в Японии очень разная, в зависимости от сезона, проверяйте погоду. Но из Токио есть очень удобные туры на гору Фуджи. Буквально за один день вы можете съездить туда и посмотреть еще какой-нибудь окружающий регион. В зависимости от погоды, которая стоит вокруг, это очень круто. Мы ездили так на двое суток еще и в регион Хаконы. Хаконы это еще и одноименная гора. Там же находится вулкан, в котором добывают серый водород. Это очень интересное зрелище. После той поездки я еще раз увидела подобное место на Бали, точнее не на Бали, а на острове Яу в Индонезии, поэтому оно уже не было для меня таким удивительным. Впервые я увидела такой вот действующий вулкан, который дымится этим удивительным желто-серым дымом именно в Японии у горы Хаконы. Я сейчас напишу полностью вот здесь в описании точное название этого места, потому что, к сожалению, я о нем забыла. А теперь расскажу вам о том, в каких городах я собираюсь побывать в эту поездку. Я надеюсь, что у меня все получится. И кроме этого, я очень хотела бы, чтобы этот список был полезным и для вас. В этот раз я точно так же прилетаю из Лондона в Токио. И в Токио я проведу ровно неделю, 4 дня из которых займет конференция, на которую я еду со своим проектом. И надеюсь, что я расскажу и покажу вам что-то интересное в своем другом канале о криптовалютах и блокчейне. Ссылка, конечно же, будет внизу, если что, это мини-реклама. Но вот первую неделю, которая будет в Токио, она будет наполовину рабочей. Частично я, конечно, буду стараться находить время погулять по Токио. Тем более, что это один из моих любимых городов мира. У меня есть целый список того, где есть, что делать, что еще не посмотрела. Но потом я очень рада, что будет целая неделя для того, чтобы я могла насладиться красотами остальной Японии. И в этот раз я поеду совершенно в другие города, которых я не видела до этого. Смотрите, я думала о том, как разобрать этот маршрут, потому что вроде бы как неделя, это на самом деле немало. Но когда начинаешь смотреть на расстояние в Японии, хотя они не такие критичные, все равно получается, что для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, часто нужно 2-3 часа. А, например, сделать это и поехать туда и обратно за один день, это достаточно утомительно. То есть некоторые дни так можно сделать, но каждый день, конечно, проводить так не хочется. Поэтому я разобрала маршрут таким образом, чтобы успеть побывать в трех местах, посмотреть три новых города для себя, но при этом не утомиться по максимуму, все-таки успевать как-то выдыхать и наслаждаться происходящим вокруг. Из Токио я направляюсь на скоростном поезде в Осаку. В Осаке я планирую провести 2 дня. Там достаточно большой список достопримечательностей, которых я хочу посмотреть. Я собираюсь опубликовать его в своем инстаграм. Подпишитесь на него, он тоже будет где-то вот здесь. Там я собираюсь написать конкретные планы маршрутов по каждому из городов, которые в этой поездке являются для меня новыми. Так вот, в Осаке я провожу 2 дня. Это практически такой же большой город, как Токио, но мне очень интересно, потому что в Токио я за последние 2 года провела плюс-минус почти 3 недели суммарно. Поэтому, конечно, мне хочется сменить обстановку и посмотреть, что же происходит в других больших, даже гигантских городах Японии. После Осаки на другом поезде я отправляюсь в Хиросиму. Вы знаете, что это один из городов, который пострадал от взрыва атомной бомбы во Вторую мировую войну. Сейчас, конечно, город в большинстве своем восстановлен, но все равно осталось несколько памятников или памятных мест, которые рассказывают о событиях того времени. Кроме этого, сам по себе город тоже очень интересный. Там есть несколько музеев, которые, в принципе, находятся только в Хиросиме. Подробный список я опять же напишу. Для того, чтобы видео не стало таким долгим и не длилось целый час, я перейду к последнему пункту нашей программы. Из Хиросимы я планирую поехать в очень особенное место, которое называется Ицукусима. Это остров, до которого нужно из Хиросимы добираться на пароме буквально около часа, если не ошибаюсь. Но он какой-то потрясающей красоты. И кроме этого, насколько я понимаю, рельеф этой местности, этого острова предполагает, что там очень интересно делать хайкинг. Я надеюсь, что я смогу сцветь свои трекинговые ботинки для того, чтобы было удобно подниматься в гору. Но говорят, что это действительно того стоит. Единственное, пока я прочитала огромное количество всяких отзывов, советов на TripAdvisor, и люди говорят по-разному, кто-то в восторге от того, чтобы он поднимался на своих двоих. Кому-то было тяжеловато, и эти люди рады были тому, что они взяли автобус и доехали до какой-то предпоследней ступеньки вот этой горы. Я посмотрю на то, как это будет происходить в реальности, потому что я, в принципе, верю в свои силы. Я не думаю, что это какой-то суперсложный трекинг. Но, опять же, все зависит от двух факторов. Погоды и второй от степени усталости, потому что я понимаю, что, в принципе, все эти переезды, ну и, в принципе, стресс в любой поездке могут омрачить мои такие тяжелые физические нагрузки. Поэтому я уверена, что в любом случае до самой вершины я доберусь. Я надеюсь, что я смогу вам показать это в каком-то из следующих влогов. Я буду целенаправленно снимать много-много деталей из этой поездки для того, чтобы, возможно, вы потом в своих поездках в Японию могли ими воспользоваться, ну или просто вдохновиться, потому что я, на самом деле, пересмотрела огромное количество влогов разных совершенно авторов про Японию. Я совершенно восхищаюсь этой страной. Мне интересно узнавать абсолютно все, даже какие-то мельчайшие детали культуры. Поэтому надеюсь, что вам эта тема тоже интересна. Спасибо большое за просмотр. На этом моменте я должна заканчивать, наверное, чтобы не забирать ваше драгоценнейшее время. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь на канал, чтобы я знала, что я должна выпускать для вас такие видео регулярно. А еще задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях и рассказывайте мне о том, насколько такая тема была интересна. Стоит ли ее развивать дальше, рассказывать больше, потому что, как вы понимаете, я могу бесконечно рассказывать про эту тему. Японию я просто обожаю. Но мне нужно знать, что для вас это тоже представляет интерес. Поэтому еще раз спасибо и хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok